Здравствуйте, Шаватова, Готово, хорошая неделя. У нас 178-й урок по Мишли. Мы находимся в главе номер 20, посуд номер 24. И говорит Шлома Амеллах, от Господа шаги человека, человек уже как узнать свой путь. Это если вольный русский перевод, а если обратиться к евритскому тексту, то звучит это таким образом. А человек что-нибудь понимает в своем пути? Такой риторический вопрос. Начнем с Мальбима. Мальбим говорит, что Я уже объяснял в другом месте. Что несмотря на то, что свобода выбора, какой именно путь выбрать, она находится в руках у человека. Ле-Амин, Ла-Смиль. Человек решает ему идти направо или налево, тем не менее. После того, как человек делает какие-то движения ногами, то есть сам путь движения ногами, это от Всевышнего и это его сила. И Всевышний может задержать своей властью, своей рукой, чтобы человек не пошел той дорогой, которую он выбрал. И Всевышний, он как бы направляет человеческие шаги. Если так, то человек, что он понимает, как он может разобраться в собственном пути? Что несмотря на то, что ему кажется, что путь, который он выбрал, это позитивный путь. И он соглашается с этой дорогой, дорогой добра, в соответствии с тем, как он ее понимает. И главное, зависит от руки Всевышнего. И он решает, как заканчивается действие человека. И это скрыто. И иногда много сокрытий есть от человека в том, каким путем он идет. Что ему кажется иногда, что происходит какое-то икуб-бодарко, какое-то что-то, что мешает ему двигаться. И ему кажется, что это плохо, что это очень помешало ему. А на самом деле Всевышний направляет его шаги, в которые он идет. И это может оказаться очень позитивным. И у человека очень короткий разум, и он не может сам понять, что происходит. У меня здесь изображения нет. И он не может сам понять, что происходит. И тем не менее, эти шаги могут оказаться позитивными, хотя кажутся ему, как шаги негативные. Окей. Вначале прочитаем Гагру, а потом обсудим, что имеется в виду. То есть, Мальбин нам пока что сказал в двух словах, что существует понятие свободы выбора. И свобода выбора находится в руках у человека, чтобы выбрать, по какому пути ему идти. И тем не менее, периодически в эту свободу выбора вклинивается влияние творца. И творец своей волей решает какие-то вещи. Человек хотел идти направо, пошел налево, потому что это исходит от творца. И это как бы вот такая позитивная вещь, что человек может не понимать, что для него является правильным, а что является неправильным. А реально это Гакодыш Барагу ему подсказывает, помогает и так далее. Я думаю, что до Гаона здесь надо обсудить одну тему. Есть броход, который мы говорим утром. И одна из броход это то, что Всевышний управляет шагами человека. Ашер Хинмаса Дей Гевер, который приготавливает человеческие шаги. И мы, благословляя утром броход Шель-Шахара, утренний броход, мы говорим одну из броход, что Всевышний управляет шагами человека и указывает, куда ему лучше пойти. Мы за это благодарим Всевышнего. В чем здесь как бы такой вот подход? В том, что существует, в Хирахов Шит существует полная свобода выбора, то, о чем писал Мальбин. Но при этом существует то, что называется Сиюта Дешмая, помощь творца. Для человека, по какому пути ему пойти, как выбрать этот путь. И это Сиюта Дешмая, так как пишет Мальбин, может выражаться в частности. В том, что человеку указывают этот путь таким образом, что он уже выбрал что-то и не смог по нему пройти. И должен пойти по какому-то другому пути. А реально Акодыш Бургу посылает в том числе и Махшавод, и мысли, что выбрать человеку. Эти мысли тоже существует Сиюта Дешмая, помощь от Всевышнего. И вопрос, который здесь возникает, естественный вопрос, как совмещается свобода выбора человека с тем, что Акодыш Бургу им помогает выбрать, помогает ему идти, направляет его шаги. И это известный вопрос совмещения свободы выбора со знаниями Всевышнего, что он выберет. Но здесь присутствует еще одна накуда, еще одна деталь, которая обычно не входит в этот вопрос. То есть обычно, я не буду отвечать на этот вопрос, мы уже его разбирали. Но обычно существует вопрос, если Акодыш Бургу все знает, и в частности он знает тот путь, который я выберу и по которому я пойду, то где находится моя свобода выбора, если она предопределена знаниями Всевышнего? Здесь в этот вопрос вклинивается еще одна вещь, еще один вопрос, подвопрос, который заключается в том, что Всевышний не только знает. Знания можно определить таким образом, что Акодыш Бургу что-то знает, но он скрывает свои знания от меня, поэтому, поскольку у меня нет этих знаний, то поэтому его знания никак не влияют на мою свободу выбора. Есть много примеров, как объяснять знания Всевышнего и свободу выбора человека. Один из этих примеров такой более или менее стандартный, я не берусь сейчас ничего как бы нового открывать, мы говорили на эту тему уже однажды в каком-то другом цикле, или в этом, я не помню. Но возьму один из примеров, которые обычно поясняют свобода выбора и знания Всевышнего. Существует три измерения, в котором находится человек. Это горизонтальная плоскость, справа-лево, вверх-вниз. И рассмотрим какую-то вещь, которая происходит даже не на плоскости, а возьмем вначале одно измерение. Прямая линия, в котором есть центральная точка, где находится человек. Человек видит то, что находится соседняя точка справа, соседняя точка слева. Что находится через несколько точек направо и через несколько точек налево от человека скрыто. Когда эта прямая проектируется на плоскость, появляется еще одно измерение, то точка, в которой находился человек, она становится прямой линией внутри этой плоскости. И у него появляется угол зрения, с которого он видит всю прямую, на которой он находился. Потому что, находясь вне прямой, где он находится, находясь на плоскости, эта точка превращается в прямую линию. И он видит все, что находится на той прямой, где он находился. И он уже видит все, что есть. Это другой уровень знания. Выйдя из плоскости на уровень пространства, в третье измерение, можно видеть все, что находится на плоскости. Когда человек смотрит сверху и наблюдает то, что находится внизу со смотровой площадкой, он видит какой-то кусок земли, который он не видит в тот момент, когда он стоит на земле. Поскольку у него другой угол зрения, он видит только то, что находится рядом. Если выйти за пределы понятия времени, а Всевышний, он был, есть и будет, он находится вне пределов времени, то Всевышний видит то, что было вчера, то, что есть сегодня и то, что будет завтра, совершенно одинаково, поскольку понятие «время» к нему не относится. Человек, если бы он мог выйти за пределы времени, тоже мог бы это наблюдать, но поскольку машины времени по определенным причинам пока отсутствуют у нас, кроме как в кино, то поэтому человек не может знать, что будет завтра. Он может знать только то, что было вчера и то, что есть сегодня. А Кодыш Барагу, для которого вчера, сегодня и завтра, это абсолютно одинаковое измерение, он одинаково находится во всех трех временах, то поэтому Кодыш Барагу видит все, что находится завтра, так же ясно, как то, что было вчера и то, что сегодня, и, соответственно, Всевышний знает, что я выберу в мое будущее. Но от нас это продолжает быть скрыто, поэтому человек находится внутри времени, и, соответственно, он не может узнать, что будет завтра, до того времени, как завтра наступит, и поэтому его поведение определяет его завтрашний день, а Всевышний знает, как он его определит заранее, изначально, поскольку он находится вне времени. Имя Всевышнего, это основное имя Творца, это глагол «быть», который находится одновременно в трех временах, вчера, сегодня, завтра. Теперь, если это пояснить на каком-нибудь примере, есть лабиринт, который устроен таким образом, что там все перекрыто, можно двигаться в разных направлениях, и есть задача пройти от начала лабиринта к концу лабиринта. Для того, чтобы выйти из него, ты доходишь до какого-то тупика, возвращаешься обратно, идешь направо, налево и так далее. Это можно пояснить на примере какой-то мышки, которая запускается в лабиринт, она бежит, а человек сверху наблюдает, поскольку сверху все видно, он находится в неплоскости, он в пространстве в третьем измерении, он видит все движения этой мышки и понимает, что сейчас в мышке стоит свобода выбора, пойти направо или пойти налево. В зависимости от того, куда она двинется, в зависимости от этого она попадет в точку правую или точку левую, но человек, который наблюдает и видит весь лабиринт, он видит, что если она пойдет налево, то она упрется в тупик, ей надо будет вернуться и все равно пройти направо. При этом эти знания того же человека, который за ней наблюдает, что мышка должна будет вернуться и пройти по другому пути, никак не влияют на решение мышки, куда ей пойти, направо или налево. И она решает этот вопрос и двигается туда, куда ей сейчас хочется. Человек же, который наблюдает сверху, знает, что конечный результат ей все равно придется пойти тем-то или тем-то путем. Точно так же, почти точно так же. А куда ж беругу, наблюдая за нашим лабиринтом, в который мы попали здесь по собственной воле, немножечко по воле Всевышнего, мы знаем, Всевышний знает, куда мы пойдем, где тупик, где мы придем к Авери, где мы придем к Митсве, какой путь для каждого из нас наиболее рентабельный. Но эти знания скрыты от нас таким образом, что нам надо постоянно находиться в процессе решения идти направо или идти налево и так далее. Это стандартная ситуация, которая есть в мире. Но здесь этот пример не совсем годится для того, о чем мы сейчас говорим. Поскольку здесь написано, что Всевышний направляет шаги человека. Соответственно, это уже не просто то, что Всевышний скрыл свое знание, знание будущего и знание того, что я должен выбрать, и как я это выберу, и как я приду к этому результату. Он не только от меня скрыл, но здесь написано нечто большее. Всевышний направляет мои шаги для того, чтобы они для меня были наиболее рентабельны. И здесь уже вроде бы как появляется не просто сокрытие знания Всевышнего от человека, которое довольно легко понять, как совмещается со свободой выбора человека, поскольку я понятия не имею, что знает Всевышний. Но здесь есть еще и направление Всевышнего моими шагами, и тогда возникает более серьезный вопрос о свободе выбора, который есть у человека. И этот вопрос, на который ответить уже немножко более тяжело. И я не планирую сейчас отвечать на этот вопрос, по той причине, что Рамба в Моренобухим пишет, что понять, что такое совмещение свободы выбора со знанием Всевышнего, настоящего, прошедшего и будущего, это человек не в силах сделать, это недоступно человеческому разуму, и все попытки приближаются к этому ответу, но достигнуть этого ответа человек не может, потому что это можно понять только на уровне знаний Творца, а не на уровне знаний человека. Есть халким, есть, которые спорят, есть, которые дают какие-то ответы на этот вопрос. Это, можно на эту тему делать целый урок по поводу Махлокиса, Решоним и Ахроним, споров, которые есть на эту тему, но общий подход, в принципе, подход Рамба, он наиболее такой приемлемый и понятный, что до конца это понять невозможно, поскольку мы не находимся на уровне понимания того, что понимает Творец. Но, тем не менее, чтобы как-то приблизиться к этому, какую-то попытку, у нас есть сейчас кушья, трудность, которая заключается в том, что Всевышний направляет шаги человека, и при этом человек думает и считает, что он выбирает в себе свой путь правильный, и, как написал Мальвим, это совершенно верно, он сам выбирает свой путь, но при этом Акодыш Брагу управляет его шагами, и что это означает Гахиба Мааскина, чем мы здесь занимаемся. Существует мусак, понятие, которое называется Гашгаха Пратит, частное влияние, которым Акодыш Брагу влияет на каждого человека по-разному, по той причине, что у каждого человека есть немножко разная цель в этой жизни, один человек должен сделать такой-то вид овоиды службы Всевышнего, другой должен служить Всевышнему каким-то другим способом, третий его должен пройти какой-то совершенно отдельный свой путь, и каждый из нас не знает тот путь, для которого мы пришли в этот мир, при этом каждый понимает, что есть что-то общее в этом, это Тора и заповеди, Абадад Гошем, путь службы Всевышнего, но детализация этого пути от каждого из нас скрыта, хотя мы понимаем, что иногда это просто бросается в глаза, что для одного человека более правильный такой-то путь, для другого такой-то путь. Акодыш Брагу, который знает тайники наших душ и знает, каждая душа пришла из какого корня и какую овоиду ей нужно сделать, что именно этому человеку нужно сделать в этом мире, Акодыш Брагу дает определенную сьюта дешмая, определенную помощь Всевышнего и направляет шаги человека. То есть здесь работает тот принцип, что Всевышний знает, для чего именно этот человек пришел в этот мир и делает ему некое направляющее действие, ставя его в такую ситуацию, когда ему нужно выбирать между тем право и лево, которые соответствуют именно этому человеку. И для другого человека эта свобода выбора не будет присутствовать только по одной причине, потому что Акодыш Брагу не подведет его к этому выбору, он будет находиться совершенно в другой ситуации, выбирать ему нужно будет что-то другое. Таким образом, Акодыш Брагу направляет шаги человека, но оставляет для этого человека выбор, что именно, по какому именно пути ему пойти, на той дороге, на которую он его привел. Потому что внутри этой дороги один человек может пойти одним путем, другой другим путем. Но каждый раз у человека остается свобода выбора, но свобода выбора Рувена и Шимона будут совершенно разные, по той причине, что у каждого из них разная функция своей овоиды в этом мире, своей службы в этом мире. Это простая кавана, пасука, которой Мальбин нам объясняет, что Всевышний нам дает выбор, а именно, я еще раз читаю пасук. Секундочку. Мияшем Митсадей Гевер от Всевышнего шаги человека Ваадам Маевин Дарко. А человек разве может понять свой путь? То есть, есть общий путь, по которому человек должен пройти, и внутри этого пути каждого человека своя свобода выбора, свой выбор, на который уже Всевышний не влияет на первый взгляд, и дает ему возможность выбрать то, что нужно в той системе выборов, в которую Всевышний его погрузил. Это то, о чем здесь сказано. И человек, который оказывается в этой ситуации, очень часто бывает, что ему кажется, что его путь рациональный, совершенно другой. Он смотрит, как живет кто-то другой, у которого, на его взгляд, лучше и полезнее получается, и жалеет, что я бы мог пойти тем же путем. Или он сам для себя выбрал какой-то путь, и вдруг у него не получается туда свернуть, ему приходится решать какие-то другие проблемы. И у человека возникают мысли, что как же так, я ведь хотел как лучше, я хотел выбрать Авойда с Гошем, путь, который служба Всевышнему. А Всевышний вдруг взял и поставил мне здесь задвижку, и мне пришлось вернуться и идти по совершенно другому пути. У человека есть ахзава, отчаяние, переживания по этому поводу, потому что вроде как он хотел совершенно другого и считал, что это наиболее рентабельно. На это говорит Шлома Амеллах. Разве человек может узнать свой путь? Разве он может понять, какой путь ему нужно выбрать для службы Всевышнего? Это может решить только Акодыш Гругу, только Всевышний, и он ставит его именно в те условия выбора, в которых он находится. Это первый подход, который здесь можно сказать в пути объяснения Мальбима. Думаю, что более-менее членораздельно объяснил, так мне кажется. Теперь второй вариант ответа на этот же вопрос, который тоже находится внутри Мальбима. Это вариант ответа такой, что человек сделал какое-то действие в этом мире. Это больше относится к следующим суким, но я забегаю вперед, потому что так будет удобнее. Человек сделал какие-то вещи, какие-то поступки. Это могут быть митцвод и могут быть оверот. Разберем это на уровне митцвод, который он сделал. Он сделал эти митцвод, и, как мы знаем, с хар митцва митцва, награда за митцва митцва. Поэтому сейчас он выбирает тот путь, и свой митцвод, он именно и выбрал тот путь, по которому он дальше следует. И внутри этого пути Гошем управляет его шагами, то есть дает ему некую сиюта дешмая, некоторую помощь в том пути, который он выбрал. После того, как Рувен выбрал, что он идет по пути такой-то и такой-то митцвы, Акодыш Барагу помогает ему идти и направляет его шаги внутри этой митцвы, которую выбрал Рувен. И это называется, что Всевышний готовит его шаги, управляет его шагами. Человек же не понимает, почему иногда какая-то митцва, ему получается так легко, какая-то митцва идет безумно тяжело, и он не понимает, почему именно этот путь Всевышний помогает, а этот нет. Общее направление, то, что говорит Гемора, что по пути, по которому человек решил идти, по этому пути ведут его. Если он выбрал путь митцвы, то Акодыш Барагу управляет его шагами и помогает ему. Если же он выбрал путь Авеиры, то Акодыш Барагу написано в той же Геморе, что человек, который выбрал Авеиру, не мешает ему, ему не ставят препятствия на его пути. И если человек уже выбрал путь зла, путь Авеиры, то ему никто не будет мешать, Акодыш Барагу не мешает. Но помогать делать Авеиры, Акодыш Барагу не помогает. На тему Аверот нету сиотадашмая, нету помощи со стороны Всевышнего, но на тему митцвот есть помощь со стороны Всевышнего, Поэтому это то, о чем сказано, что Всевышний управляет шагами человека. Окей, тоже более-менее понятное объяснение, но немножко отличается от предыдущего. Есть еще определенный махалах, определенный путь, в который я не хочу входить. Маораль в Перкеа вот объясняет, почему нужно было отдельно назвать те вещи, 10 вещей, 13 вещей, которые были созданы в Бене Шамышот в сумерки перед первым шабатом. Вещи, которые являются различными источниками, корнями тех чудес, которые должны появиться и проявиться в мире позднее, внутри существования мира, например, рассечения моря и так далее. Почему эти вещи должны были созданы быть отдельно? И здесь есть определенный махалах, махлокис между Рамбом, Рамбан, Маораль, относительно того, что те вещи, которые были созданы, они были созданы в 7 дней творений, ничего нового не появляется внутри этой жизни. Поэтому то, что должно было проявиться в дальнейшем, те чудеса, которые должны проявиться, они были, корни их были созданы изначально. Или же Маораль Халек на это и говорит, что все это не совсем так, что все это решается в зависимости от поведения Ами Сраэля и каждого конкретного человека внутри этого мира. И в зависимости от того, что он выберет, появляется новый путь, и в связи с этим появляется новая необходимость новых чудес и так далее. Но есть определенные чудеса, которые не зависят от поведения человека, и именно они должны были быть запрограммированы в начале творения мира, поскольку это сумерки между пятницей и субботой, первое творение, сумерки, соединительная планка, я не знаю, как ее назвать, между Алла-Мазе и Алла-Маба, между этим миром и грядущим миром. Поэтому эти все вещи должны были быть подготовлены, а все остальные вещи Акодыш Бургу не готовил. Мораль считает, что Акодыш Бургу, я не знаю, как это сказать, не знал о том, что может понадобиться, а что не может понадобиться, потому что многие вещи, понадобится или нет, будет решаться в зависимости от того, как развернется история человечества, и она может идти самыми разными путями. Это еще один подход, но я в него не думаю, что сейчас надо входить. Давайте посмотрим, что пишет Гаон на этот посуг. Гаон Мивильна говорит, от Всевышнего шаги человека. Есть разница между Адамом и Гевером. Мы с вами, когда говорим Броху, мы говорим, что мы говорим? Ашерихин Мисадей Гевер, тот, который готовит шаги Гевера. Здесь у Шлома Амелаха тоже написано слово Гевер, и он говорит, от Гошема шаги Гевера. Есть разница между тем, когда в Танахе написано слово Гевер и слово Адам. И то, и другое по-русски переведется как человек, но это разные виды, как бы разное понятие людей. Здесь сказано Мисадей Гевер, и это само действие. И в этом самом действии написано, что от Гошема происходит само действие. Теперь, чтобы продолжить, я хочу посмотреть, как Гагро объясняет это. Правда, это будет несколько трудное объяснение. В восьмой главе Гаон объясняет четыре вида. Четыре слова, каждое из которых объясняет понятие, которое по-русски переводится как человек. И он говорит, вначале сам пасук, сейчас, секундочку, здесь два других слова, которые тоже переводятся как слово люди, человеки. Пасук говорит, к вам, люди, я обращаюсь, и голос мой находится, первое слово люди было ишим, от слова иш, и второе слово, и голос мой к бнеадам, к людям. Но здесь употреблены два других слова, которые означают слово люди. И Гаон здесь, здесь весь комментарий вильнюсского Гаона на этот пасук, очень длинный, во-первых. Во-вторых, он весь написан курсивом, то есть он весь как бы альпикабола. Поэтому некоторые детали мы прочитаем, но весь пасук я уже читать не буду, мы один раз попытались его понять. Здесь сказано, что есть понятие бнеадам, это простые люди. Есть пять имен, которые определяют по-русски слово человек. Адам, гевер, иш, убенадам. Четыре уровня, которые есть, еще раз, адам, второй гевер, третий, иш и четвертый убенадам. Каждый из них по-русски звучит одинаково. Говорит он, а еще есть Энош, я назвал четыре, еще Энош. Энош это тот же человек, это самый низкий уровень, который будет. Энош это самый низкий уровень, потому что до Эноша, это один из праправнуков Адама, он был, человек продолжал быть бы целым и лаким, он был продолжен, продолжал существовать по образу и подобию Всевышнего. Но оттуда все начало меняться. Как сказано в Медраж Раба, что в этот момент от человека осталось, начиная с поколения Эноша, только самая низкая ступень. Вторая ступень в душе человека, это шутфа де гуфа, это компаньон тела человека. То есть есть тело, ниже уже падать некуда, есть компаньон, который связан напрямую с телом, это вторая ступень. И это пять названий, они соответствуют пяти уровням человеческой души, о которой сказано Ашри Адам Маце Хохма. Благословленный человек, счастлив, наверное. Человек, который нашел понятие мудрости, хохма. И об этом сказано Адам и Фик Туна. То есть Адам, слово Адам, к нему относятся понятие хохма и понятие твуна бина. Два самых высоких уровня познания мудрости Всевышнего, когда о них говорится, то используется имя Адам. Это твуна, это твуна шель хохма, это понимание хохмы. И об этом сказано еще несколько псуких. Поэтому, когда говорится Адам, то это низкая ступень, не знаю, нужно ли в это входить, определенных сферот, низких сферот, которые находятся на самом высоком уровне целого человека, которая связана с... Нет, я буду это пропускать. Короче говоря, теперь, после того, как мы разобрали слово Адам и сказали, что это самая высокая ступень... Сейчас. То мы переходим к объяснению самой низкой ступени. Ма энош китис керену. Это цитата из Дгилем. Кто такой человек, чтобы ты его помнил? Обратились ангелы, обращаются ко Всевышнему и говорят, о бен Адам китив кедену. И кто такой бен Адам, чтобы ты ему отдавал приказ? Это две души, которые находятся на значительно более низком уровне. И здесь речь идет о том, что существует пять уровней души. Давайте своими словами для простоты. Есть пять уровней души. Уровень, который самый низкий, это нефиш, который компаньон тела, который связан с телом и отвечает за двигательные функции человека. И об этом сказано, не кушайте крови, потому что кровь это нефиш, это душа человека. Вот это самый низкий уровень, он относится к понятию нож. Следующий уровень, руах, он уже относится к понятию бен Адам. Это что-то более высокое, но еще достаточно ограниченное. Следующий уровень, иш, это относится к понятию нишама, это очень высокий уровень души. Следующий уровень, Гевер и Адам, относится к понятию хая, ваехида. Это совсем высокие уровни души, которые как бы с телом уже не связаны. Они парят над телом и управляют действиями остальных видов душ. Таким образом, Гаон говорит, что эти пять наименований человека относятся к пяти уровням, каждый из которых находится в более и более высоком источнике. Теперь здесь пасук говорит, в отличие от пасука в восьмом перике, который говорил про Энош и бен Адам, я хочу вернуться к этому пасуку, он говорит, что я к вам ишим, то есть к уровню души второго снизу уровня, обращаюсь, и голос мой относится к бен Адам, к чуть более высокому уровню. Теперь, здесь же он говорит, что от Всевышнего происходит шага Гевера, это почти самый высокий уровень человека, выше только уровень Адама. И он говорит здесь, что есть разница между Гевер и Адам. Продолжение пасука говорит, и Адам, Маевин Дарко, и даже человек, который дошел до уровня Адама, разве он может понять свой путь? То есть, Гакодыш Баргу управляет человеком на уровне самых верхних двух уровней его души, которые практически непостижимы, на каком-то уровне, они открывались в Адаме и в Давиде Амелахе, в остальных людях они совсем практически не открываются, хотя присутствует, понятно, что во всех, но у них это была как бы основная часть души у нас, за мнём для ясности. Так вот, вот на этом уровне шагами человека регулирует, руководит Всевышний, и Адам, даже Адам, который доходит до самого высокого уровня понятия души, разве он понимает, почему ему предназначен тот или иной путь? Келоймар, то есть, объясняет Гаон, что Адам, что он делает и что он должен сделать. И здесь сказано, что он не должен понимать своего пути, который ему нужен. И когда он будет думать об этом и обдумывать свой путь, то Исакель Бамесила, то он может оказаться в ситуации, когда ему это опасно, он может свернуть со своего проторенного пути, со своей лежни, и идёт не по ней. И тогда, как только он пытается что-то найти, а ему надо пытаться найти свой путь, то тем не менее, он может оказаться в тяжёлой ситуации, и тогда только от Всевышнего шаги Гевера, как мы уже сказали, человек, который хочет очиститься, помогает ему. То есть человек не знает, по какому пути ему идти, и даже человек, который находится на уровне Гевер, то есть один из самых высоких уровней пути, даже на уровне Адам, самое высокое состояние души человека, он не может точно знать конкретный путь, по которому ему нужно идти, но в тот момент, когда он выбирает, что он понимает и делает выбор, что он выбирает путь, который ему кажется наиболее рациональный, проделал работу для выбора этого пути, дальше мы должны понимать, что несмотря на то, что сами мы этого найти не можем, но мы должны полагаться где-то на Всевышнего, и понимать, что он управляет шагами человека, и что тот, кто хочет ли Тагер, хочет очиститься, то Всевышний ему пошлёт ту помощь, которая ему нужна для того, чтобы пойти по пути Тагары, и к душе, святости и так далее. Вот это Малах, путь, по которому Гаон объясняет этот пасук, мы видим, что это несколько отличается от первого пути, но они дополняют друг друга, и более или менее ставят нас в относительно понимание того, что происходит. Продолжает Шлом Амеллах и говорит, сеть для человека, ловушка для человека, наверное, лучше сказать, необдуманно признавать святыней, и после обетов обдумывать. Абсолютно непонятный перевод по-русски, и до комментариев на иврите тоже это не становится много понятнее, но попробуем перевести дословно. Мияшем, слиха, 25-й пасук Кавгей, Мокеш Адам, Елако Дош, ловушка, мина для человека, проглатывает святость, Ваахар Нидорим Левакер, а после того, как он даёт Нидорим обеты, он должен их исследовать. Относительно малопонятный пасук. Говорит Мальбин, что Бен Макашим Ши Адам, Елкат Багем Бе Пах, среди тех препятствий, мин, ловушек, которые подстерегает человека, из-за которых он попадает в пах, в яму, в грязь, Гу Паше Сватаем. Это авэра, которая называется пренебрежение словам своих слов. Как сказано, Бе Пеша Сватаем Макешра, авэра, которая Пеша, пренебрежение, небрежность, о, небрежность, самое лучшее слово, которая высказана словами, она приводит к плохим ловушкам. И человек должен сохранять свои уста Меихин Ломака, чтобы они не приготовили ему западню. А после Эхат Мина Макшим, одна из западней, которая может быть сделана, если человек Елакодыш, если человек начинает проглатывать, выкидывать слова святости, то есть, что имеется в виду, если человек, вроде бы как человек позитивный, он хочет, чтобы все было святое в этом мире, поэтому он все хочет осветить, все хочет сделать кадош, и он быстро-быстро, без того, чтобы раздумывать хорошо, объявляет что-нибудь Гегдышем. Это имущество Всевышнего, это жертвоприношение, это Гегдыш, это посвящено Творцу. У нас этого сегодня практически нет, поскольку у нас нет храма, поэтому эта идея сегодня посвятить чего-то храму, она редко возникает, хотя вполне может возникнуть, вполне, но поскольку храма нет, и человек, который разумный, он понимает, что если он что-то сейчас посвятит храму, то это может быть очень плохо. Но давайте разберем это в момент, когда существует Бэтмикда, чтобы он был построен в скорости в наши дни, и когда человек объявляет, что какая-то штучка начинает становиться имуществом храма. В чем проблема? Вроде бы как очень хорошо, он отказался от материальных благ в пользу Всевышнего, он хочет, чтобы это было освящено, стало имуществом Творца, и возьмем какой-нибудь простой пример, самый стандартный пример. Человек берет и объявляет, что вот этот мой бык, он принадлежит Бэтмикдаше, он принадлежит храму. Я специально беру какого-то быка, который нам мало актуален, но во время, когда первый и второй храмы существовали, и был некоторый дефицит с тракторами и комбайнами, то быков использовали для того, чтобы на них пахать землю. В храме были храмовые поля, поэтому человек, который отвечал за это, Гизбар, он распоряжался, чтобы работник взял этого быка, принадлежащего храму, он не посвящен в жертву, он посвящен именно как храмовое имущество. И на этом быке пахал поле, принадлежащее храму, для того, чтобы с него снять урожай, и из этого урожая сделать хлебные жертвоприношения, поскольку поле принадлежит храму, и бык принадлежит храму, и это можно делать. Теперь возьмем этого какого-нибудь наемного работника, который хочет вспахать поле храма, и делает это во имя небес. Но поскольку он это сделал, у него остается свободное время, и бычок вот тоже тут под рукой, и он немножечко пропахал часть своего поля, которое было, или хотя бы перевез на быке какие-то вещи, которые не принадлежат храму. В этом случае он использовал, сделал авэру, которая называется мейла. Он использовал храмовое имущество не для нужд храма, для нужд едиота, для нужд простого человека. И в этом случае он сделал авэру, которая называется мейла. Мейла дословно называется, не знаю, как обман, не найти мне другого слова. Воровство. То есть он использовал имущество, принадлежащее Бейдамикдаше, для будних целей. Какой-нибудь пример. Взял из стакана, который принадлежит Бейдамикдаше, который использовался для возлияния вина, взял, налил туда вино, не храмовое вино, обычное вино, и выпил его для себя, потому что ему в это время хотелось пить вино, воду, не имеет значения что. В этом случае он нарушает авэру, которая называется мейла, использование храмового имущества в хольных целей. И кроме того, что он должен оплатить, то, сего, пятое, десятое, он должен принести корбан, жертвоприношение, которое так и называется корбан мейла. Корбан мейла, жертвоприношение за использование храмового имущества В таком случае человек, который посвятил что-то в храм и оставил это где-то в стороне, не проследив, чтобы на этом была надпись, что это храмовое имущество, оставил среди хольного имущества, он сделал препятствие перед слепым, потому что кто-то, кто этого не знает, использует его для будних целей и нарушит то, что он использует кодыш лэхоль. И в этом ситуации человек, который использует, человек, который это сделал, оба будут хайвим разные, разные хиювим, разные проблемы, но оба сделают нарушение тора. Один михшолифневер, другой маила. Таким образом произойдет авейра, которая звучит в нашем пасуке, что человек, который необдуманно объявляет лишние вещи кодышем, он ведет к тому, что он делает препятствие мину для себя или для другого, и кодыш переходит в холь, то есть кодышем пользуется для будних целей. И это является авейрой маила, которую называют здесь, в Танахе, в Мишли, Шлома Мэлах назвал слово мокэш, мина, препятствие. И одно из препятствий, это то, что человек делает сам себе препятствие своими устами, когда он небрежно объявляет что-то кодышем, и потом, не уследив за этим, это приводит вот к этой вере, которую мы обсудили. Эти вещи для нас очень мало актуальны, поскольку мы не живем во время бэтмикдаша, может быть, боезрадошем кому-то достанется там пожить в добрый час, тогда надо следить, чтобы не объявлять ничего гэгдышем. Сегодня тоже нельзя объявлять гэгдышем, но есть продолжение посылка, которое имеет к нам более серьезное отношение. Щиевакер Ахар Недорим. Человек должен следить, исследовать, бекур, я не знаю, как это, посещать, ну, исследовать, вслед за понятием недр. Недр — это обет. Человек должен следить за своими обетами, то есть человек, который марбелиндор, который объявляет много обетов, он с легкостью может сделать препятствие, с легкостью может ошибиться в нем, споткнуться об один из обетов, которые он дал. И если за гэгдыш положено мэйла, то за недр, например, какой недр может быть, человек берет и объявляет, опять же, вернемся ко времени бэтмикдаша, к стандартным обетам, которые были в это время, человек берет и объявляет, что вот этот козел, имеется в виду животное сельскохозяйственное, он станет жертвоприношением, и я должен его принести в жертву, которая называется жертва-надава. Личное жертвоприношение, добровольное жертвоприношение-надава. Если прошло три праздника, Пейсах, Швуас и Сукот, три праздника, он дал до Пейсаха, то сразу, когда кончился Сукот, он сделал лавейру, которая называется Баль-Тахер. Он вовремя не принес жертвоприношение, и тем самым, из-за того, что он своими устами сказал какую-то вещь, то он сделал лавейру тем, что он не выполнил своего обета. Обеты бывают не только в виде жертвоприношения, я просто привел один из них, но обеты бывают самых разных вариантов, которые человек может принять на себя. И в тот момент, когда человек принимает на себя обет из желания, как можно больше, как всегда хорошее желание, как можно больше хулина, как можно больше буднего сделать кадош, и человек принимает на себя какой-то обет, например, обет, который в принципе, как бы можно альпидин дать, И если человек дал этот обед, то обед срабатывает. Он говорит, что у меня есть там два часа свободного времени каждый день, в которые я, в общем, ничего такого особого не делаю. Вот я даю недор, что это время я посвящаю Всевышнего. Как бы очень позитивный недор с одной стороны, но с другой стороны, если 15 минут из этих двух часов он потратит не на службу Всевышнего, а на что-нибудь совершенно разрешенное до обеда, вещь, которая может даже являться не митсвой, но совершенно разрешенной вещью, а не употребит на митсот, то в этот момент он сделает тавейру, потому что то время, которое было кодыш из-за его небрежных высказываний, он обратил в холь. И эти вещи, которые случаются сплошь и рядом, это просто постоянная такая проблема, которая существует. И Шлома Амеллах призывает нас не переусердствовать в объявлении чего-то кодош, потому что если мы это делаем, а потом не выполняем свой обед, то это достаточно неприятная ситуация. И кроме того, что человек нарушает заповедь Торы, Гемора в Шаббате говорит одно из мнений. Из-за чего умирает жена человека и дети человека? Из-за того, что он дает недорим и не выполняет этих обедов. Это приводит к смерти жены и детей. И для этого Гемора это сообщает, для того, чтобы мы немножечко подумали о том, надо ли давать какой-то обед. Лаумадзе напротив этого. Есть еще одна Гемора, которую я забыл сказать, важная Гемора, которая говорит, что человек, который дает обед и не выполняет, это что-то страшное. Но также плохо давать обед и выполнять их. То есть человек, который дает обед и выполняет, он может прийти к невыполнению обеда. И человек, который дал обед, он построил баму, он построил жертвенник Всевышнему вне храма, что является Авере само по себе. Человек, который выполнил свой обед, он принес на этом жертвеннике жертву, говорит Гемора. Это одно из мнений Рабишимана, если я не ошибаюсь, я не помню сейчас кто-то из Танаев. По-моему, Рабишиман. Человек, который сдал обед и выполнил этот обед, он все равно что принес жертву, запрещенную Всевышнему. Ответ почему? Ответ очень простой. У нас есть Тарьяк Митцвод, 613 заповедей. 613 заповедей, это в принципе вот так достаточно. Если человек их все будет выполнять, больше к нему ничего не требуется. Если он принимает на себя дополнительные заповеди, потому что он хочет быть етеркадошами Рэбби, более свят, чем Рэбби и так далее, то человеку нужно увидеть, находится ли он на том уровне, что ему нужны дополнительные Митцводы. Обычно почему человек бросается в погоню за дополнительный Митцвод, который не указан в Торе? Это связано с тем, что он видит, что у него есть какая-то проблема. И вместо того, чтобы нормально сделать шуву, он пытается сделать шуву тем, что он компенсирует это другими заповедями. Если он может это сделать, и он на этом уровне, то это может быть даже очень позитивно. Но поскольку куча людей не находится на этом уровне, то в результате это является нарушением. Лоумадзе, напротив этого, это я точно помню, что мы один раз об этом говорили в Мишли, но, тем не менее, я повторю в двух словах. Существует Мишно в трактате «Перкиавот», который говорит, что саяклы пришутны дорем. Ограничение, которое ведет к пришуту, есть у Рамхаля в книжке «Миселатхи Шарим» вся книга на эту тему написана. Есть барайта в Геморре Авойда Зори, есть барайта Раби Пинха Сабен Еира, который говорит о ступенях, по которым должен идти человек, своя вода Дашем, изменений своих качеств. Что первое, что человек должен делать, он должен прийти к состоянию, которое называется згерут. Аккуратность в том, чтобы следить, чтобы, не дай Бог, не нарушить какую-то митцву. Вторая вещь – это Тора, згерут приводит к Торе, Тора приводит к згеруту, к спешке выполнения митцву и так далее. Где-то посередине, я не хочу входить во все детали, появляется качество неда, которое называется пришут. Пришут – это очень похоже на згерут, но только на совершенно другом уровне. Згерут – это когда человек следит внимательно, чтобы, не дай Бог, не сделать авэйру против заповеди Торы. Пришут – это когда человек запрещает себе разрешенные ему вещи. Он пытается ликадеш себя бамутерла, он хочет осветить себя в том, что ему можно. Какие-нибудь примеры пришут. Человек не хочет пить вино все дни, кроме шабата, когда есть митцва, пить вино, все остальные дни он не хочет пить вино, потому что он хочет оградить себя от таавот, от таевы, от получения удовольствия этого мира, для того, чтобы посвятить себя, всего себя службе Всевышнего. И здесь говорит Мишна в трактате «Перкиавот», что это такие недорим, когда я запрещаю себе что-то разрешенное. Это позитивный недорим, потому что человек хочет прийти к пришуту. Но, объясняет Мисалат Ешарим в Гагдаме, в предисловии, я вообще очень не люблю предисловий всех книжек, я сразу обычно начинаю не с предисловий, а дальше. Но в предисловии пишет Мисалат Ешарим, что человек, который хочет достигнуть уровня пришута, хасидута, души и всех остальных уровней, он должен вначале пройти полностью предыдущий уровень, для того, чтобы быть готовым перейти к следующему обойду. Если он перепрыгивает какой-то из предыдущих уровней, то у него нет физической возможности достигнуть следующего. Понятно, что в каких-то деталях это может меняться, но я не хочу сейчас входить в это, мы не учим Мисалат Ешарим, но это то, что пишет Рамхаль, когда он дает ицот, как сделать, советы, по какому пути надо идти. Когда человек доходит до уровня, что он следующий его уровень пришут, это запрет для себя, разрешенных вещей, отделение от них, и он вышел на этот уровень и уже начинает овойду где-то в середине этой работы по этим уровням, то внутри киньоны пришута, как можно приобрести пришут, один из киньонов, это дать недр, обет, потому что человек, который дает обет и в состоянии его выполнить, и следит за этим. Ему станет легче Леофриш себя, отделить себя от разрешенных вещей. Для этого недорим годятся, когда человек находится на уровне этого недора. Но в тот момент, когда уровень один, а человек на другом, он на одном уровне, а недорим на другом уровне, то в этом случае, об этом говорит Шлома Амеллах, что одна из вещей, которая является отрицательной частью, это когда человек, перепрыгивая через уровень, пытается осветить то, что он как таково осветить не может, и объявляет Гэгдашем, дает недр на то, что к нему не имеет никакого отношения, и об этом говорит Гемора, что человек, который дал этот недр, все равно, что построил запрещенный жертвенник, человек, который его выполнил, все равно, что принес на нем жертву, поскольку к нему это никак не относится, он не там находится. И об этом говорит Гемора в Шаббат, что за подобное недорим умирает жена и дети человека, поскольку человек несет за них ответственность. Это, в общем, такой небольшой магалах, небольшой путь понимания того, о чем говорил Мальбим у нас в отрывке. Теперь прочитаем, как объясняет это Гаон. Гаон пишет, что часть Гаона я уже пересказал на самом деле, но зачитаем, чтобы нам было легче. Мокэш Адам елакадош. Когда человек спотыкается и делает какую-то авэру, гу мивале, га кодэш ло о мивалбело. Он теряет часть своей гдуши, и часть этой гдуши, которой он уже поднялся, часть этой святости, он мивальбель, он ее путает, он ее перемешивает. Он ее портит, другими словами. Перемешивает, это портит. Надо все-таки это обсудить, но... И также нужно следить, что если он изначально дал какие-то недорим, и из-за этого к нему пришел какой-то мокэш, какое-то препятствие, то он должен их лешалем, то есть недорим, который он дал, он должен обязательно лешалим. И здесь Гаон приводит вот эту гемору шабата, что за грех недорим, который человек объявил недором, а потом не выполнил за эти грехи, страдает его семья, умирает его семья. И еще. У меня какой-то вопрос. Это есть чуть позже. И еще. Мокэш, мина, препятствие. Когда человек спотыкается о какую-то вещь, то, скорее всего, он... Это происходит из-за того, что... Не из-за того, что... Когда он споткнулся, споткнулся, имеется в виду, сделал какой-то авейру. То путем авейра, который он сделал, он бил беля да кодыш. Он... Ирбэф, он перемешал к душу, он ввел какой-то изъян к душу. Из-за того, что эта авейра, которую он сделал сейчас, она связана с тем, что он сделал авейру немножко раньше, поэтому из-за этого он пришел к тому, что он сейчас споткнулся. И об этом сказано, «Ки кашал таба аванейха», что ты спотыкаешься из-за своего греха предыдущего. И мы уже объясняли это в другом месте, говорит Гаон. Я не знаю, где он это объяснял. В комментарии на Мишли комментаторы Гаона не нашли того места, где он это объяснял. И написано, что он должен следить за своим инодорем, не так, как объяснил Мальвим, чтобы их не давать, а так, как объясняет Гаон, чтобы выполнить те инодорем, которые он взял. И он должен их выполнить. И об этом сказано, «Гайом шелам те недорай». Сегодня я выполнил свои недорем. Недорай лаа шем и шалэм. И недорем, который я дал Всевышнему, я выполню. Таким образом, Гаон идет немножко по другому пути. Он идет по пути того, что он обращается к человеку, который уже шлом о мэлах, объясняется по его мнению, обращается к человеку, который уже вышел на уровень, когда он может давать недорем. И эти недорем имеют к нему отношение. И в самом недоре нету большой проблемы. Но человек должен следить и постоянно помнить все недорем, которые он дал. Может он их выполнить или нет. Это во время, когда он их дает. И после того, как он их дал, следить за тем, чтобы они были выполнены, а не забыты, оставлены, чтобы не было какого-то расшланута, какой-то небрежности, из-за которой недор оставлен, потому что результаты очень плачевные. И он объясняет, что как получается, у него немножко другой путь, путь Мальбима, что человек не должен касаться кодыша и делать холь кодышам больше, чем это сделал Всевышний. И он не должен касаться того, что не имеет к нему отношения, ни его уровня, не должен давать лишние жертвоприношения, не должен давать лишние недорем, не должен поднимать к душу, которую ему не надо поднимать. И это совершенно простая и ясная мысль. Гаон же идет по немножко другому пути. Он говорит, что когда человек споткнулся и сделал лавейру, то он должен понимать, что в кодыше, который был в мире, к душе, которое было в мире, он внес какой-то изъян сейчас, он его билбель и сделал некий таарувас, некую смесь кодыша и холя, за которую придется ответить. И он должен понимать, что если он споткнулся в какую-то авейру, не имеется в виду человека, который делает авейры по четыре раза в день, тут к нему сейчас не обращается шлома Мэла. Он обращается к цадику, к праведнику, к человеку, у которого практически нет авейрот. И вот человек увидел, что где-то он споткнулся и совершил какое-то преступление против Торы, против Рабона, не имеет значения какое. Он должен исследовать свои поступки, потому что он должен понять, что это пришло к нему из-за того, что когда-то была сделана другая авейра. И здесь работает то, что кодыш уже, в душу уже вошел изъян бгам, изъян, недостаток. Поэтому это привело к той авейре, которая произошла сегодня. И для того, чтобы сделать шубу от авейры, которая произошла сегодня, ему нужно попытаться найти причину, по которой эта авейра произошла, какая предыдущая авейра, которая была, которую ему нужно, литокен, которую ему нужно исправить. Поскольку у нас есть общий клаль, общее правило, авейра, гаререт авейра. Авейра влечет за собой авейра. Мы привыкли понимать это на простом уровне. Человек, который сделал какую-то авейру, это становится для него привычной. Поэтому это влечет за собой следующее авейру, следующее преступление, потому что привычка вторая натура. Я к этому привык. Первый раз прошло, второй раз пройдет. Но есть более глубокое понимание. Любая авейра, которую делает человек в этом мире, даже сделанная бы шогик или бонус, когда он был вынужден ее сделать, например, он не знал, что это авейра, перепутал еще что-то, но сделал какое-то преступление. Любая авейра, любое нарушение замысла Всевышнего дает некий изъян в понятии к душе. Понятно, что этот изъян происходит на совершенно разном уровне, в зависимости от того, какая авейра, мезит он, шогик он, делал он специально, делал он случайно, делал он, потому что его заставили, и так далее. Но любая авейра, без исключения, приводит к какому-то бгаму, к какому-то изъяну, который есть внутри понятия к душе этого мира, и изъяну конкретно в душе этого человека, на каком уровне разный авейрот, на разных уровнях, пяти душ, которые мы перечисляли в прошлом посудке. И в тот момент, когда эта авейра произошла, она влечет за собой то, что у этого человека уменьшилось, изменилось, что-то произошло в понятии его к душе. И, соответственно, это воля-неволя, если он это не исправит, должно привести к какой-то авейре более серьезной, потому что авейра влечет за собой авейру, и это приведет, тот изъян в душе, который произошел из-за первой авейры, он приведет к тому, что будет мокэшем, будет препятствие минной для того, чтобы человек сделал какую-то вторую авейру. И это то, что придет к нему. Поэтому человек, который споткнулся и сделал какой-то изъян в кодыше, он должен поискать причины этого изъяна в своем поведении до того. И, в частности, это надо искать среди тех недорим, которые он дал. То есть, речь идет о человеке, который поискал и увидел, что нет ни одной заповеди Тора и Рабонан, которые раньше даже Боонас случайным образом были нарушены. И это правдивый человек. Он реально это исследовал и увидел. Тогда ему нужно посмотреть, не было ли проблемы в недорим, который он дал, и который, может быть, имело смысл давать, который он задержался с их исполнением, и в которых произошел какой-то изъян. поскольку недорим — это не часть Тора, это часть Торы, но стала частью Торы после того, как я дал недор. С одной стороны, давать недор позитивно, потому что это помогает что-то делать, и человек становится хаяф, он становится обязанным, он становится митсуве в асе, он обязан выполнить эту митсуву, которую он дал недор, и это толкает его на выполнение этого недора. И про такие недорим написано, что человек, который дошел до этого уровня, это Саяк Лапришут, это помогает прийти к Пришуту, это Нидрей Заризим, Недр для того, чтобы Лизарез себя, подогнать себя, сделать какую-то митсуву. Поэтому есть недорим, которые принято давать, и даются регулярно. Например, Нидрей Дздока, Недр дать какую-то Дздоку, когда человека вызывают к Торе в синагоге, это очень принято, что говорят Мишиберих, и он, говорят, что Бавур Шейтен Дздока Буаваро за то, что он даст Матону Бейтгнесу, Дздока за этого человека и так далее. И в этот момент человек принял на себя Недр, если он не имел в виду, что говорит Блинедр. В некоторых синагогах Габаим прямо так и говорит Бавур Шейтен Дздока, и так далее. И в таком случае понятно, что Недра нету, но человек, Сдоку дать все равно имеет смысл. Но в случае, если он дает такой Недр, это может быть очень позитивно и может быть очень негативно. И это то, о чем сказано, что от этого может пострадать к душе человека. Те же Недорим, которые разбирает Гемора, Гемора разбирает Недр в Швуэс, когда человек говорит, что завтра я даю Недр, что я встану рано утром и проучу такой-то перик, такую-то Гемору, такой-то кусочек Торы. Говорит Гемора, Недр, Гадоль, Нодар, Лелаке, Исраэль. Большой Недр он дал Богу Израиля. То есть этот человек подгоняет себя для миссии изучения Торы, это очень позитивно, при условии, что он дает Недр на ту Тора, которое он может выполнить, сделать и сделает. В случае, если он дает Недр, и этот Недр выполнить не может, или есть какие-то сомнения, что он может это сделать, это Нараба Айом, это ужасно, и в этом сказано очень много плохих слов. Вот, такие дела. И у нас есть, не знаю, есть ли, но я прочитаю, но мы уже не успеем двинуться дальше. Есть еще один пасук, который, пасук номер 26, рассеивает нечестивый царь мудрых и обратит на них колесо. Пасук, который не очень понятный и переведен, в общем, дословно, точно так, как вот написано. Я думаю, что его надо читать, во всяком случае, Мальбим так считает, что его надо читать одновременно с 27-м пасуком, который говорит, душа человека, светильник Всевышнего, исследующие все тайны утробы. Вот эти два пасука, Мальбим их объединяет, и я вижу, что я просто, нет смысла их начинать, через минуту, конец урока. А, меня попросили, вопрос, это тот же вопрос? Меня попросили ответить. Человек, который три раза, не беря на себя надорем, но три раза делает какую-то митсву и не говорит вслух, что я собираюсь делать эту митсву. Надорем работает как недор, как обед. Только если человек говорит вслух, я принимаю на себя такой-то обед. Если человек не принимает на себя обед, то этот обед как таковой в общем отсутствует. Но, если он думает, что он будет делать, это не обед, он не срабатывает. Кроме, может быть, недор над сдоком, может быть, срабатывает даже молча. Это более серьезная вещь. Но, когда человек три раза делает какую-то вещь, которая является митсвой, и он не планирует мифураж, что он этого делать не собирается дальше, то эта вещь становится обетом. И он уже для того, чтобы из нее вернуться, ему надо делать гаторатный дорем. От обета, как вы знаете, есть возможность освободиться с помощью гаторатный дорем. Для этого нужен бейсдин, в котором, по крайней мере, один человек понимает, что такое недорем. То есть, выучил Масахер недорем, Шульхонору, и может помочь найти петах. Я не буду сейчас объяснять, каким образом это работает. Просто так сказать, я больше не хочу недора, это не освобождает от обета, даже в поездине. Поэтому это нужно делать под руководством какого-то человека, который знает, что такое гаторатный дорем. Но урок на эту тему, я думаю, я давать не буду сейчас. Вот человек, который сделал три раза какую-то митсву, то если он не сказал при этом блинедор, то ему надо пойти к Раву и посоветоваться, надо ли делать гаторатный дорем или этот обет лохаль. До свидания, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин